Всем привет, мои хорошие! И сегодня мы снова находимся на моей кухне. Сегодня мы приготовим вместе с вами турецкую сладость, ривани. Основным ингредиентом, который является манка. И вообще, в общем, все почти турецкие сладости состоят из манки. Ну так вот, приступаем к готовке. Вначале нужно приготовить щербет, который состоит из 3 стакана воды и 2,5 стакана сахара. А также мы добавим лимонную цедру. Нет у меня, так что добавим апельсиновую цедру. Приступаем! Ну а само тесто состоит из 3 яиц, 3 столовые ложки муки, стакан манки, стакан чайный сахара, стакан йогурта, стакан растительного масла. Приступаем к готовке. Воду, сахар перемешиваем, добавляем цедру и доводим все до кипения. Пока варится сироп, мы разбиваем 3 яйца. Добавляем 1 чайный стакан сахара и включаем наш миксер. Яйца я взбила до кремообразной консистенции, побелели у меня. Этим временем у меня сварился сироп в щербет. Выключаем его. 5 минут прошло после того, как закипел. Потом я его ссажу через туршлаг. Сейчас сюда мы добавляем с вами стакан йогурта. И еще раз собьем с яйцами. Растительного масла добавляем. И еще раз собьем аккуратно. Так как у меня посуда маленькая, вы сами видите. Чтобы не рисковать, сделаем так. Теперь добавляем стакан манки. Короче, так вышло у меня странно, да? Так, и сейчас мы добавим сюда муку. Супер рецепт вышел, видите? Только я так могу придумать. Больше посуды у меня нет. Вместе с мукой мы знаем, что нужно добавить разрыхлитель. В Турции это такой. Помешать его с мукой. И сюда же мы добавляем с вами ванилин. И попытаемся все это вылим сюда. Сейчас хорошо помешаем и добавим нашу цитру. Тесто у нас готово. Сейчас духовка включенная у меня. Берем такое блюдо. Наливаем обильно. Растительное масло. Смазываем все. Хорошо. Выливаем наше тесто. Пеку первый раз вместе с вами. Надо же обучаться турецкой кухне, не так ли? Когда муж турок. Вот, наше готово. Отправляем наш манник в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут до оранжевого цвета. Через 40 минут манник и спекся ревани. Ну, манник по-русски. Вот так вот он выглядит. Чуть-чуть остынет, и я его полью сиропом. Сейчас я это всё полью сиропом. Смотрите. Остыло и полью сиропом. Ну, и оставлю на то полного пропитывания. Посмотрим, сколько время это займёт. Так это всё выглядит. Прошло 3 часа. Я сверху нам посыпала кокосовым орешком. Сейчас будем резать и кушать. Приятного всем аппетита! Готовьте вместе со мной!